И эта посылочка получилась по чуть побольше, потому что я брала не только себе, но и другим людям. И я самое лучшее люблю откладывать на потом. Поэтому начнем с худшего. Я начну с палетки Catrice, вот такого плана, называется Smoky Eyes. Почему я показываю вот так, вертикально, а не вот так? Потому что она открывается действительно немножечко нестандартно. Но прежде чем жаловаться, ныть, ворчать и расточать критику в разные стороны, все-таки я немножечко ее опишу. Значит, у меня она в 30-м оттенке. Надеюсь, тебе видно. И здесь такая мини-инструкция есть. Еще одной девушке я заказала в 10-м оттенке. Здесь три оттенка... Кисточку выну пока. Здесь три оттенка теней. Такой, кажется, его бьюти-блогеры называют цвета шампанского. Очень приятный цвет. Второй такой, какой-то непонятно серо-грязно-коричневатый. Я прошу прощения, что я показываю, без зрения палец. И четвертый оттенок, ну почти что матовый черный. Четвертый, это на самом деле подводка. Теперь, а, спонжик. Как я могла забыть про спонжик? Он, это палка в двух концах. С одной стороны классический спонжик, с другой кисточка. Пигментация средняя, должна тебе сказать. Ну, конечно, главная моя претензия, фиг с ней с пигментацией, при старании, можно все что угодно сделать с тенями. Но, она категорически, ну вообще никак не соответствует с этими логами, представленными на сайте. И, кстати, у той другой девушки та же самая претензия. Ну и та же самая, у нее тоже жалоба на пигментацию. А еще, что я хочу тебе сказать. У нее чувствительная кожа век, если с тенями что-то не так, глаза начинают слезидиться. Так вот, на катрису они у нее заслезились моментально. Так что, если у тебя тоже чувствительные глаза, имей в виду. Вообще, зачем я ее себе брала? В последнее время, очень часто, мой утро на работе начинается, ну просто как в служебном романе. Мне хотелось взять какую-нибудь очень маленькую палетку, чтобы я пришла на работу, сделала себе простенький макияж, быстренько. При этом не брала себе каких-то кистей, еще чего-то. И я взяла вот такую палеточку. С ней, правда, реально сделать макияж. Вполне нормально, единственное, что я не использую третий оттенок, черный, который. Стрелку нарисовать, кисточка, которая здесь предоставляется, просто нереально. Нормальную стрелку, я имею в виду, как попало. Но подвести глаза очень даже можно, да. Хотя, может, у меня руки просто не оттуда растут, стрелки нарисовать. Так что, я никому бы не советовала бы эту палетку. Не только девушкам с чувствительной кожей век. Так, а, что мне еще не понравилось у Катрис? Это блеск для губ, но не понравился не мне, а как раз-таки девушке, которой я заказывала тот блеск. Катрис, не смотри на фотографию ютюбика, на его цвет. На самом деле, на губах он совершенно прозрачный. Чуть-чуть так еле-еле пахнет вазелином. На солнце, конечно, играет просто шикарно. Как бы, не проблема, что он не цветной, а прозрачный. Находчивая девушка, она делает применение к прозрачному блеску. Но, в нем есть очень сильный достаток. На губах он фактически не держится. Пять минут и его уже нет. Поэтому, тоже я его тебе совсем не советую. По моим выше, по моим отзывам, можно подумать, что Катрис это кака. Нет, на самом деле, это не так. Мне кажется, у любого бренда есть неудачные товары. Катрис здесь не исключение. И это доказывает вот такая помада-усилитель цвета. Я заказала их целых две. Одну напарнице, которой 20 лет, отугую свою начальнику отделок, который пришел уже 51 год. И обе просто пищат от него. Он называется Lip Glow. То есть, это помады просто на все возрасты. Я уже рассказывала о ней как-то. И поэтому, по этой причине, я сейчас просто пронесу три ключевые фразы, которые описывают вот эту вещичку. Она усиловывает твой собственный цвет губ. Она вкусно пахнет. И у нее красивый дизайн, как у самого тюбика, так и у стержня помады. Суперская вещь. Ей очень довольна. Я довольна, напарнице довольна. Начальник отдела довольна. Ну, все довольны. Катрис, который я только что нагло обсирала. Кстати, именно она у меня сейчас на кубах, а поверх нее блеск, который я заказала. Это тоже Катрис, я заказала обычный прозрачный блеск. Не стала заказывать с эффектом увеличения объема. Он выглядит таким образом. Здесь такой занятный звук раздается, когда достаешь кисточку из тюбика. Не уверена, что ты услышишь. Давай рискнем с тобой. Ты слышала? Прикольно, да? Ну, не слышала. Прикольно, да? И кисточка здесь. В прямом смысле кисточка. Здоровский блеск. Всем мне нравится. Ничего с ним, конечно, сверхъестественного нет. Но я от него ничего сверхъестественного и не ждала. На солнышке играет замечательно. При ярком освещении тоже держится. Как и все блески, в принципе, держатся. Он не липкий. Он, по-моему, без запаха. Ну, что-то есть такое немножечко, да, чем-то таким чуть-чуть фруктовым. Но это только если очень принюхиваться. Да, довольна. Свои напарницы я заказала по ее просьбе лагри ногтей от Catrice. Он просто потрясающе мне так понравился. У него такой оттенок интересный. Красно-оранжево-срозова. Да ты видишь на фото. Он смотрится на руках просто уникально, дорого и очень необычно. Он подольет на день, на ночь. В гости, на работу, в клуб, куда угодно. Просто на все случаи жизни. Просто лаг. Я слишком часто стала повторять слово просто, ты заметила.